Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Галина Соколова, директор Рязанской областной филармонии. Здравствуйте! Здравствуйте! Областная филармония, наверное, для нас это действительно такой центр культурной жизни. Практически все спектакли, которые приезжают к нам из Москвы, мы можем увидеть именно у вас. Какие-то яркие концерты опять же к вам. Если можно, расскажите, с какими результатами вы подошли к концу 2014 года и какие планы у вас на год 2015? Спасибо за это первое такое определение нашего учреждения, что мы стремимся стать главным культурным центром Рязани и Рязанской области. Но все-таки уточню нашу специфику. Мы должны стать главной музыкальной площадкой, на которой проходят самые интересные музыкальные проекты на нашей площадке и вне. Поэтому миссия филармонии – сформировать музыкальную слушательскую среду и тем самым передать самые лучшие образцы музыкального, транслировать самые лучшие образцы музыкального культурного наследия не только в Рязанской области. Главным творческим итогом, как ни странно, стало начало года. Потому что мы 4 марта прошлого года отметили свое 75-летие. Отметили крупным концертом, на котором показали весь свой творческий потенциал. Нас поздравляли друзья. Главным материальным свидетельством юбилея стал сертификат от губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева на приобретение рояля концертного. И мы его заказывали специально для нашего зала камерной музыки. И он успешно изготовлен и сейчас уже радует своим звуком слушателей. Давно зал камерной музыки уже был достоин нового рояля. И еще мы спасибо зрителям, мы настолько привлекли к празднованию юбилея нашего зрителя. Спасибо им, спасибо всем меценатам. Мы сумели в результате такой всенародной акции «Скрипка к юбилею» приобрести тоже сделанную на заказ ручную работу «Скрипка для концертмистера оркестра». И впервые, и теперь я думаю, что мы ежегодно будем, впервые мы вручали на юбилей, ежегодно будем это делать, филармоническую премию «Золотая нота». Этой премии будут удостоены были и самые юные слушатели, и просветители года, коим явился директор 51-й школы Ольга Маслюк. Вот такая премия, и она ежегодно будет вручаться. И вот для нас новый проект, совершенно неожиданный, но мы его и с удовольствием делали, реализовывали, и ощущаем до сих пор результат, потому что, как ни странно, мы оказались в таком тренде, что когда мы проводили в августе вторые торковские чтения, в сторону Тарковского это чтение по теории практики киноискусства в рамках этого проекта, Проект был очень специфичный, потому что присутствовало всего 20 слушателей, это молодые режиссеры, для которых мастер-классы читали народный артист Юрий Норштейн, мультипликатор, профессор Игорь Евлампиев, и тот теперь самый нашумевший режиссер Андрей Звягинцев. Был осуществлен ретро-показ его кинофильмов «Возвращение, изгнание Елены», и не только слушателям курсов, но и зрители с ним могли пообщаться на площадке кинотеатра. На самом деле мы-то взялись за этот проект, потому что было замечательно совершенно закрытие всего этого проекта. На сцене концертного зала, оркестра, концертом симфонического оркестра звучала музыка мирового кинематографа, но основной ее большой составляющей частью стала авторская музыка кино Эдуарда Темьева. Сам композитор присутствовал, для нас это было огромной честью. И в результате родился проект на следующий сезон. Вот оно само собой так получилось, что с Эдуардом и Артемьевым будет авторский концерт, уже запланирован на ноябре будущего года. А вот в результате это родился целый абонемент – музыка мирового кинематографа. Из новых проектов хотелось бы еще отметить нашу, мы ее задумывали как пиар-акцию, к Международному дню музыки, все-таки мы открываем новый сезон. И чтобы привлечь совершенно нового слушателя, нового зрителя, который, может быть, и вообще ни разу не был в филармонии, и в традиционных обстоятельствах чувствует себя скованно, мы решили ему дать понять, что филармония намного ближе, чем он думает. Филармония не настолько консервативна, как он думает, и симфонические оркестры могут исполнять не только классику, которую так все боятся, может быть. А мы показали филармонию совершенно с другой стороны, наши коллективы с другой стороны. Задействованы были все-все площадки, все коллективы. Это была ночная филармоническая авантюра. И мы последовали примеру музеев и библиотек, и не знали действительно, как откликнуться зрители. Народу пришло очень много, и вот этот проект тоже родился и будет традиционным. Задачу по улучшению доступа населения всего к культурным ценностям, эту же задачу, и выполнил еще один проект всероссийского значения по поручению министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Московская филармония осуществила такой проект, как открытие всероссийского виртуального концертного зала. И к чести нашей филармонии сказать, что мы попали в первые 11 регионов, с которыми проводилось открытие в таком широком формате, с присутствием, опять же, Ольги Голодец, Мединского. К нам присоединились 6 виртуальных концертных залов. Мы их уже можем таким назвать образом. Захарова, Рыбная, Шацк, Келать, Матурлатова. В залах библиотеки были организованы такие виртуальные концертные залы. И жители этих населенных пунктов тоже присоединились и к режиму онлайн. А показалось не просто открытие такое официальное, но еще шикарный концерт Дениса Мацуева в сопровождении госоркестра под управлением Юрия Симова. И мы сейчас планируем, весь сезон планируем, что будут трансляции лучших концертов из Московской филармонии. И они будут транслироваться как раз и на эти площадки, и на многие другие. Вообще задача стоит, чтобы в каждом муниципальном образовании такой виртуальный зал присутствовал, и росла и росла слушательская аудитория. У вас промелькнула такая фраза, что классическую музыку на сегодняшний день, наверное, особенно молодежь, считают очень сложной для понимания. И то, что вы делаете, мы понимаем, что это направлено именно на привлечение молодежи. Вот насколько получается, насколько охотно молодые люди идут на ваши концерты слушать именно классическую музыку. Спасибо за вопрос. Он действительно очень важный, потому что у нас в этом году и родился проект в Нендрах Оркестра. Главный дирижер Сергей Осилков предложил этот проект. И мы его успешно начали реализовывать. Проект для студентов «Гау-Дамус», в результате которого есть цикл концертов, состоящий из шести концертов ежемесячно. К нам в филармонию приходят студенты, еще раз убеждаясь, что у нас какое-то предубеждение относительно молодежи, что она не любит, она просто не знает. Наша задача сначала познакомить. И даже если 1% этой категории слушателей, как мы говорим, этой целевой аудитории, затем придет самостоятельно по билетам, придет на наши вечерние концерты, мы будем считать свою миссию выполненной. Ну что ж, мы желаем вам успехов в достижении ваших целей. Надеемся, что молодежь с удовольствием будет приходить в зал и в филармонии. И большое спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо за приглашение. В свою очередь хочу пригласить всех рязанцев на предстоящий концерт. Поближайший концерт у нас сезон в самом разгаре. Концерт интересный для нас, для филармонической публики и для всех любителей музыки. Это концерт Государственного камерного Оркестра России под управлением Алексея Уткина. Он состоится 29 января в 19 часов. Приглашаем всех в концертный зал филармонии. Мы присоединяемся к этим приглашениям. Надеемся, что и у нас получится побывать на этом концерте. Но на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин